Высокие деревья в саду, 6, 8, а то и 10-12 метров, и такие гиганты можно встретить. И что с ними делать? Яблоки собрать невозможно, либо нужно привлекать лестницы, плодосъемники и так далее. Многие задумываются удалить дерево совсем. Но я предлагаю другой выход – снизить крону. А для того, чтобы сделать это правильно, есть хороший план. Чтобы не наделать ошибок, не превратить свое дерево в дальнейшем в большой веник, от которого никакой пользы, главное – соблюдать последовательность операций. И первое, что мы должны сделать, подойдя к такому высокому дереву, всесторонне, в прямом смысле слова, его осмотреть. Для того, чтобы сразу выявить больные, сухие, поврежденные, поломанные ветки. Их удаляем в первую очередь. Зачем? Дело в том, что они будут отвлекать ваше внимание, они будут загущать крону, и вы не сможете объективно оценить состояние дерева. Как только вы удалили все больные веточки, ваша крона сразу будет, допустим, вот мы их удалили, что-то у нас тут больное. Как только вы удалили эти больные ветви, вы будете видеть намного четче картину кроны, ее строение. Следующий момент, который обязательно должен быть, это оценить будущую высоту дерева. Оптимально иметь дерево высотой 4 плюс-минус полметра в высоту. Так вы можете и опоработать его, и собрать урожай, и просто насладиться красивым видом. Но замерять нужно тоже правильно. Для того, чтобы не превратить свое дерево в эдакую пальму, в которой только один ярус ветвей, нужно отсчитывать высоту оставленной кроны от первой скелетной развилки, от первого яруса. Так вот, чтобы крона дерева смотрелась гармонично, чтобы она действительно приносила урожай, высота оставленной части должна составлять приблизительно, мы ее меряем, вот именно от нижней развилки скелетных ветвей, порядка 2-2,5 метров максимум. Не от ствола, нет, именно отсюда. И вот от этой скелетной развилки мы уже отсчитываем заданную высоту и выбираем хорошую, здоровую горизонтальную ветку. Именно горизонтальную, потому что она уже закончила свой рост. Часто эти ветки уже все покрыты плодушками. Их основная цель – плодоносец. И вот мы с вами отмерили где-то на высоте около 2 метров прекрасную, хорошую, здоровую веточку. И над ней, у нас здесь высота получается, именно такая, как мы хотели. И вот именно над ней мы срезаем верхушку дерева. Самое главное – срезаем ее. Сейчас четче так нарисую, постараюсь. Без пеньков. Это очень важный срез. Если он, не дай бог, заболеет, все дерево может погибнуть. Итак, верхушку мы срезаем. Иногда приходится удалять до 4-5 метров, если дело идет о груши. И даже в несколько приемов у меня был такой опыт. И как только мы ее удалили, обратите внимание, нижним ярусом открывается максимум солнышка. Крона просвечивается. Вы видите, удалили уже все больное, сухое, поломанное. И на следующий год такие деревья начинают плодоносить по-новому. Главное, не забудьте замазать. Лучше всего брать хорошую садовую краску с фунгицидами или садовый бальзам, тоже с содержанием фунгицидов, либо биостимуляторов, чтобы рана хорошо заживала. Также не забудьте замазать и все остальные срезы, которые вы делали. Все это будущие ворота для инфекции. Как только вы все срезали ненужное, обязательно убираем все растительные остатки из сада, все срезанные ветки. Здоровое можно отправить на дрова. Все больное немедленно сразу же в костер. Ведь оставленная больная ветка в саду под деревом способна очень долго рассеивать споры различных болезней. Такому дереву после обрезки весной понадобится тоже хороший уход. Не забудьте его обработать феной палочкой с гуматом. Это поможет ему хорошо восстановиться, хорошо начать сезон. И обязательно дереву после обрезки понадобится дополнительная защитная фунгицидная обработка. Не пропускайте ни в коем случае обработку препаратами меди весной, для того, чтобы дерево хорошо начало рост здоровым и крепким. И тогда, поверьте, оно еще много лет будет вас радовать урожаем здоровых красивых яблок и своим внешним красивым видом. Но если вы срезали верхушку, это не значит, что дерево можно вообще забыть и не ухаживать за ним. Нет. Дело в том, что любой срез, большой или маленький, может спровоцировать пробуждение почек, волчков. И ваше дерево не исключение. Вполне возможно, что в первый год после обрезки оно даст вот здесь по месту среза несколько новых побегов. Эти побеги желательно удалить, как только вы их заметили, чтобы все силы дерево направляло на оставленные ветки. Обычно оно быстро воспринимает указания и старается держать себя в форме. При обрезке таких волчков ни в коем случае не оставляйте пенечков. Иначе вместо одного волчка вы получите змей-горыныча с тремя-четырьмя головами. Есть еще один нюанс. Когда проводить обрезку? Если санитарную, то есть удаление больных, сухих, поломанных, можно и нужно проводить круглогодично, как только вы заметили проблему, то омолаживающую обрезку, снижение кроны проводите, пожалуйста, зимой, февраль месяц приблизительно, либо рано весной, пока не началось сокодвижение, не распустились почки. Дело в том, что зимой воздух чист, прошли морозы, они оздоровили его, спор практически нету, а всегда есть риск, что где-то вы ранку не заметили, она может инфицироваться, а подсохшие ранки на солнышке, на морозце практически не заражаются. Таким образом, проводим обрезку, снижение кроны зимой, либо рано весной, а обязательно все замазываем, периодически контролируем появление волчков, чтобы дерево держалось в заданных параметрах вами, и все будет хорошо. У каких культур можно и нужно проводить снижение кроны? Однозначно, чаще всего вот такие высокие деревья вырастают среди яблонь и особенно среди груш. Груши, которым позволили расти так, как им хочется, могут достигнуть высоты 12 и более метров. Согласитесь, собрать там груши невозможно. Ну, прям как в поговорке висит, груша нельзя скушать, это про нее. Кроме того, очень серьезно могут разрастаться вверх черешни. Это вообще очень сильно рослые породы, за ними нужен глаз да глаз. Конечно, проще всего и легче всего формировать дерево с молоду и вовремя останавливать рост, вырезая проводник. Но если этого не произошло, то и яблоню, и грушу, и черешню можно снизить, убрав верхушку на нужной высоте. Главное, чтобы остались ветки, которые сформируют будущую крону. Иногда бывает такая ситуация, что из-за неумелой формировки, обрезки, деревья лишаются нижних веток. Кому-то мешали ходить, кому-то мешали ездить, а кто-то вообще считал, что он крупный специалист и резал нижние ветки. И в результате происходит оголение ствола до высоты более 3-4 метров. В таком случае, к сожалению, переформировать крону бывает очень и очень сложно, даже невозможно. Потому что нет ветвей, которые сформируют. Здесь, если ствол здоров, может помочь только омолаживающая обрезка, когда будет срезаться абсолютно все. Допустим, у нас из-за неумелой обрезки дерево лишилось практически всех ветвей. Да, в таком случае мы можем срезать на высоте около 2 метров ствол. Вот так. Это будет такой пень. И надеяться, что из этого места на следующий год проснется большое количество волчковой поросли. И сформировать из нее затем новую крону. Удалив ненужное, оставим самое лучшее. Но учтите, что формирование из волчков, вот такая омолаживающая, жесточайшая обрезка, это очень сложное занятие. И оно занимает не один, а три, а то и четыре года. Поэтому прежде чем ей заниматься, нужно хорошенько подумать, хватит ли у вас сил. При обрезке крупных ветвей, при срезке верхушки, может возникнуть нештатная ситуация. Когда мы спиливаем крупную ветку, она под своим весом, или верхушку, она под своим весом может отломаться и потянуть за собой кусок коры. В результате получается такой не очень красивый срез. Вот мы начинаем его тут пилить, оно загибается и разрывает кору. Это очень плохо. Чтобы не получить такое у себя на дереве, срезайте большие ветки, срезайте верхушку в несколько приемов. Итак, вот у нас, представляете, наше дерево. Вот у нас веточки пошли. Мы хотим срезать вот здесь. Чтобы не произошло разрыва коры, надрыва коры, задиров вот этих. Мы можем сначала спилить аккуратно здесь верхушку, в кусочек, сбросить ее вниз. И в дальнейшем сделать два среза. Один срез мы делаем с той стороны, в которую предположительно верхушка может упасть. Главное пропилить кору до древесины с небольшим ее захватом. И только потом мы начинаем. И этот пропил, кстати, мы делаем чуть-чуть выше основного пропила. Если сделаем еще один рисунок. Вот это наша верхушка теоретически. Вот у нас боковая ветка, на которую мы переводим нашу верхушечку. Еще одна ветка. Мы планируем сделать срез вот здесь. И если мы начнем, допустим, резать от этой ветки, верхушка падает, да, она вот здесь задерет кору. Чтобы этого не произошло, делаем вот с этой стороны повыше, буквально на 5-10 сантиметров, неглубокий пропил. В таком случае, если верхушка и будет падать, кора не пойдет вниз разрываться. Вот по этой части оно и сломается. И только после того, как вы сделали с этой стороны пропил, начинаем пилить, срезая основную часть. Еще один прием есть. Это облегчение ветки, которую мы собираемся срезать. Первый срез сделаем на высоте полметра от основного, можно ниже. В таком случае, даже если произойдет небольшой надрыв коры, он будет не опасен. Срезаем эту верхушку и только потом срезаем оставшуюся часть, сделав предварительно небольшие пропилы. Таким образом вы сохраните здоровье, но и свои силы. Ведь сбрасывать большую, особенно сильно разветвленную верхушку с дерева бывает очень тяжело. Она может цепляться, может повиснуть, может даже поломать нижние ветки. Поэтому я рекомендую, если верхушка очень большая, если вы снижаете очень серьезно высоту, срезайте ее частями. Меньше травм, меньше проблем. В остальном снижение кроны это вполне обычная операция по силу каждому садоводу. Смотрите наши ролики, учитесь, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. И мы постараемся сделать все, чтобы ваш сад был здоровым, красивым и урожайным. Процветания вам! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok